Спасибо. Доброе утро. Замечательно быть вместе. Слава Господу за это время. Невероятная новая неделя, новое начало. Несколько мыслей этим утром из 1 главы, 1 и 2 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слое жизни. И уже несколько дней я думал об этой теме начала. Мы все в нашей жизни, практической жизни, мы с чего-то все начинаем. Мы имеем наше начало. Когда мы принимаем решения, мы тоже от чего-то отталкиваемся. Я вспоминал, как паспорт Стивенс, он учил о том, что точкой отсчета является крест. Когда мы смотрим в прошлое, то откуда мы начинаем? Мы можем начать с разных вещей. Я думал о разных вещах. Наше прошлое или же опыт. Хорошее прошлое или плохое прошлое. Падение или же наоборот успехи. Но суть в том, что мы можем начать с Адама. Другая вещь. Когда мы смотрим, с чего начинает Иоанн. И меня это так сильно ободрило. Он идет в самое начало. В вечность. Он говорит то, что было от начала. Слово жизни. Слово жизни. И жизнь. Слово жизни. Это Слово, оно пришло. Оно воплотилось. И также он начинает и свое Евангелие. Евангелие от Иоанна. Первая глава. В начале было Слово. В самом начале было Слово. Вот откуда я начинаю. И это то, откуда и мы должны начинать. Каждое утро, каждый день. И даже каждое решение. Каждый шаг. Мы начинаем с нашего положения во Христе. Мы начинаем с нашей новой Тождественности. Мы начинаем с того, кем мы являемся теперь. Вот в Христе. И это не только теперь, но в уме Божьем. В самом начале мы были. Он видел нас еще тогда. И вот с этого мы начинаем всегда. Все. Все, что касается нашей жизни здесь, временной жизни на Земле. Начинаем с Его начала. Его начала в нас и нашего начала в Нем. В Его мыслях. Вот с чего мы начинаем. И вторая вещь. Мне нравится дальше. Он говорит во втором стихе. Потому что жизнь не велась. Я думаю, когда он писал это, он это писал с такой радостью. Как будто он говорил, что о том, что было начало. То, что мы видели, осизнали. Слово воплотилось. Мы касались Его. Мы ели с Ним. И Он был у него на груди. И потом, когда Иисус воскрес, Он сказал, вот мои руки можете потрогать. Мы осизнали. Мы видели нашими очами ослове жизни. И вот жизнь явилась. Я буду говорить с вами только об этой жизни. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь. Мы не возвещаем вам другую жизнь. Но мы знаем все, что такое другая жизнь. Жизнь, которая вне Христа. Жизнь водами. Она имеет свои краски. Но они по сравнению с тем светом, которым является Иисус Христос. Совсем блекнут, все эти краски блекнут, они исчезают. Та палитра красок жизни во Христе намного сильнее, мощнее. Это вечное. И Он говорит вот эту вторую вещь. Мы об этом хотим вам говорить, и ни о чём, ни о другом. И Он говорит, мы возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца, и теперь она явилась нам. Теперь она доступна нам. Вот эта вторая вещь, что я ни о чём, ни о другом не хочу говорить. Я ни о чём, ни о другом не хочу говорить. Это самое высшее и самое лучшее, о чём я хочу говорить. Это лучшее для меня. Это лучшее также и для других. Для всех тех, с кем мы встретимся сегодня или на этой неделе. Это самое лучшее об этой жизни. Потому что мы все видим, слышим, читаем новости и так далее. Мы знаем, каково это в этой жизни, какова это эта жизнь. Но мы получили нечто высшее, нечто большее — его жизнь. И вот об этом мы хотим и говорить. И это сам Господь Иисус Христос. И, наконец, третий стих. И он как будто повторяется, он утрирует, и это очень хорошо. Он говорит именно о том, что мы видели и слышали. «Возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами». Это не для определённого круга людей. Это доступно всем. Чтобы и вы. Это не только для нас. Мы знаем это, и мы больше никому это не отдадим. Это чтобы и вы имели общение с нами. Чтобы ещё кто-то имел бы эту жизнь. Чтобы ещё кто-то услышал об этом. Чтобы все услышали об этом. В Библии говорится, Бог хочет, чтобы все спаслись. Бог желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Истины в Иисусе Христе. Аминь. Благодарю вас, Бог. Спасибо. Аминь. Спасибо, пастор Михаил. Замечательное начало. Замечательное утверждение. И обновляется всё время. Мы спаслись. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Отец наш Небесный. Благодарим тебя за эту удивительную жизнь в Иисусе Христе. Благодарим тебя за стабильность этой жизни. За этот якорь, который уже на небесах. Благодарим тебя за то, что с тобой во всяком шторме у нас ясная погода. Благодарим тебя, что у нас есть эта возможность. Как бы далеко мы не отходили возвращаться к тебе. Удивительно, Господи. Мир пытается доказать, что там всё интересно, захватывает, волнует. А мы возвращаемся в твой покой. Ты приглашаешь. Любишь. Благослови изобильно размышления над сегодняшней порцией слова, Господь. Благодарим тебя за новизну и верность Твою, Господь. Ты непоколебим. Слава Тебе. Во имя Твоего Иисуса мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас с вами пятое слово посвящения по первому посланию Иоанна. И отрывок, который мы с вами рассмотрим, он очаровывает простотою и приглашает в глубину. Потому что простота предполагает мы начинаем. А глубина – это то, что Дух Святой нам открывает. И открывает, как в притче 25 глава говорится, когда мы исследуем дело Бога, Слово Бога, то там слава наша, слава Его. Итак, 12 стих. Да давайте мы сначала прочтем это с 12 по 14 и потом возвратимся снова. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноша, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Практически в этом отрывке две одинаковые последовательности – дети, отцы, юноши, молодые люди. И каждый раз идет, казалось бы, повтор того, куда приглашает нас Дух Святой, а также и предложение, чтобы на основании написанного мы возрастали. По поводу этого отрывка имеются разные обсуждения, что это различные категории верующих, как они растут, возрастают. Мы здесь видим очень интересное духовное откровение. И это духовное откровение начинается дети, все это и отцы, и юноши, дети Божьи. И начало наше находится в том, что грехи прощены. Хорошее начало. Начало от завершенной работы Иисуса Христа. Начало с явления любви отца к своим детям в своем сыне. Потому что в этом мире мы, если идти без Духа Святого, мы всегда сталкиваемся с греховностью. Она мелькает. Мысли, проекции, подхваченное чуждое мышление. Люди избавляются от этого при помощи... Это сублимация при помощи мысли о другом, о чем-то хорошем, позитивном. Но если мы посмотрим, как Дух Святой призывает здесь в послании Иоанна, «Дети Божьи, вам прощены грехи». Если мы посмотрим на Ветхий Завет, это множество жертв. Такое множество жертв на протяжении множества дней и лет привело к выхолощиванию смысл жертвы. А весь смысл заключался именно вот в этом. Грехи могут быть прощены только лишь за счет одной жертвы. Все остальные жертвы указывали на это, начиная с первой жертвы, которая произошла в Эдемском саду и которая послужила тем, что появился новый покров из этой жертвы, новые одежды. А вот она состоялась. Раньше это была тень, а теперь это тело Христа. Дети все, и взрослые, и зрелые, и те, которые обучаются, и те, которые обучают, и те, которые обучаются. Наше начало всегда, наши грехи прощены. Это молитва, которую Иисус произносил перед невероятной толпой меняющихся людей, которые неделю за этого, а до этого кричали, восторгались, «Ассанна сыну Давидову», который вступает в Иерусалим. Замечательно. Так и есть. Вот о грядущий спаситель, для чего он пришел, и имя его, и Иешуа, Яхве спасает. Хорошее начало. Дети. Мы все дети. И наше начало каждый день – это обновление в этой жертве, в завершенной работе. Это разговор и общение с Богом, и с Божеством, и с Отцом, с Сыном, в Духе Святом. Благодарю тебя, Отец, за то, как ты возлюбил. Ничто не может быть большей жертвой, чем то, что ты сделал. Твоя любовь, ей понадобилось быть распятой на кресте в твоем Сыне, и ты принимал в этом участие. Удивительная жертва. И вот первое обращение к зрелым верующим отцы. после того, как мы с вами окутаны этой любовью Агнса, вечного Агнса, в нем Господь спас весь этот мир. Это его была благоугодная воля. написано в послании Колоссянам в первой главе 19 стих «О благоугодном было Богу». Единственное, как он мог соединить, и кроме того, это не только единственное, это соединение любовью, это для него большое большое удовольствие смотреть на свое творение, на спасенное. Прощены вам грехи ради имени Его. И теперь посмотрим на назидание, которое он направляет. 13 стих «Я пишу вам отцы, старейшины, лидера, главы семейства. Потому что вы познали сущего от начала. Как я знаю сущего от начала? Я могу знать его по этой фразе. Это тоже правильно в в начале сотворил Бог небо и землю. А вот другое начало. Мы с вами были объектом его любви и размышления и спасения еще до сотворения мира. Агнец был заклан до сотворения мира. Вся вселенная – это вселенная, которая началась с того, что уже был выход дан. Это не то, что Бог сотворил несовершенное. Он сотворил то, что получит абсолютное совершенство, совершенство его любви. Да причем такое совершенство, что мы поражаемся этому, и это поражение происходит таким образом. Вот сейчас мы видим разные красоты, грани природы, правда? Море. Когда я не видел этого моря, то я стремился туда попасть, и Господь показал и моря, и океаны. Красиво это могущество, стихи. А щетили это? А вот в будущем моря не будет. И кажется, поначалу, ух ты, а как же без этого? Да и солнца не будет, и луны не будет. Ну да, ой-ой-ой. За то, что будет небесный Иерусалим вечное общение с самим божеством на основании явления этого божества в наивысшей славе Агнса. Насколько будет все сосредоточено на объекте, через который мы спаслись. это такой объект, когда его просто нельзя выпустить из вида. А когда мы смотрим, то для нас это чрезвычайное удовольствие. отцы, вы познали сущего от начала его любви от начала. И то, что он такой любящий Бог по отношению к нам, что он отдает для нас самую удивительную обитель это его сын. Сын так любит отца, что он принимает это радостно. И он видит, как написано в послании к евреям в 12 главе 2 стихе там двоякое может быть понимание. Несмотря на муки, страдания, на крест, он претерпел это все. А другое понимание, он претерпел это все ради того, что он видел еще до сотворения мира, эту радость общения, которая будет вечна. Ради этой радости Псалом 21 23 стих. Если мы посмотрим на первые стихи, на первую часть этого Псалма, мы видим нашего Спасителя обезображенного этой казнью. он он как бы прямо в наших духовных глазах умоляется, сжимается. И люди, которые его окружают, и которых он видит, это и те же самые, которые будут в 23 стихе. Он встает среди этого великого собрания и вместе с нами поет хвалу отцу. Он не может оторваться от любви отца. Это его место пребывания. Отец не может оторваться от сына. Это место пребывания. Ну, что можно больше подарить, как и изначально подарить нам Агнесса. А потом, по мере того, как мы с вами становимся старше, вот уже вошли мы с вами в тот период, который называется руководитель, лидер. И мы в этом безвременье Божье. Почему мы так и мне до того нравится достаточно часто в проповедях обращаться к тому, что было раньше, именно зная, как Христос любит нас. Когда мы знаем это, то вообще наши мысли все становятся искупленными. мы знаем изначально Он хотел так. Мы с вами становимся настолько довольными, что любое действие в Духе Святом мы говорим Господи, Ты мне его подарил. Ты мне подарил эти мысли. Я обращаюсь в самое начало, там вижу тебя. Не некоего Бога, которому буду поклоняться и поклоняюсь, а удивительную любовь. Ты с этого начинаешь, с этой любви к нам которых сотворишь и уже запасены эти одежды любви и благодати, милости, прощения. Они там, в самом начале. Отцы, вы познали сущего от начала? и вы обучаете. И вот я уже пишу вам, юноши, потому что под воздействием этого обучения слова любви и слова жизни вы победили лукавого. это хорошее утверждение. Люди, вступая в борьбу с чем-то, если они это производят из своего естественного состояния, они очень часто проигрывают. потому что в естественном состоянии падшего человека мы очень не уверены. В детстве были уверенными. Если мы подумаем, почему нас окружала любовь наших родителей, которые улыбались, наблюдали за нами, если покачнулся, чтобы упасть, не хочешь падать, но чтобы упасть уже у тебя, они подхватывали снова, оставили на ноги. Если чего-то мы уронили, а это мы роняли очень много, радостно так, ха-ха, и упало, и разбилось. И они ободряли нас, что это не конец жизни, это ободрение, которое Отец нам дает. Сколько горестей по тем событиям, которые произошли в прошлом, а там уже мы не исправим. Это истязание самих себя. И этому нету конца, но в ветхом человеке есть трюк, когда мы просто погружаем в море забвения, наши тягостные воспоминания, мы не можем уже там мучиться. И это переходит в бессознательный ум. А в Господе мы знаем, мы прощены. И как это прощение обозначает вот ты, вот грех, а теперь вы разведены. Если на тебе нету греха, а его нету во Христе, ты свободен. и тогда лукавый остается безоружным. Вы победили лукавого. Юноши, молодые люди, вы уже восприняли обучение, и вы идете в этом правильном обучении и завершенной работе. Вы победили лукавого. я поверил, что он простил меня. И радостно поворачиваюсь и иду в этом мире, думая о том, что я прощен. И у лукавого нету ручки, чтобы захватить и повернуть к себе и предложить. А ты посмотри вот на это. Нету и этого размышления нету. Ну, давайте скажем так. А не надоедает это вам так? Э, верующие, христиане, что за жизнь? Нету никаких тревог или есть. Только мы их разделяем с Иисусом с Иисусом Христом. И это в духе святом. Это сожаление и желание помочь человеку, которого мы увидели в битии. Родственнику, родственнику ближнему, дальнему человеку. у нас сердце становится совершенно другим. Это сердце на кресте. Отец, прости их, они не знают, что они делают. Но они научатся. Но они поверят, что они прощены. Что грехи забраны, унесены туда, где им место в ад. А они прощены. Юноши, вы победили, пользуясь этой простотой завершенной работы. Мы победили лукавого. как-то в Бишкеке я шел, мне нужно было в ЦУМе, это главный, универмаг в Бишкеке, что-то приобрести. И вот я подхожу к ЦУМу, и там реклама, диски, сиди, да, то есть тогда еще это время было, можно было память делать, переносить на эти диски, да, там, песни, проповеди и так далее. Вот диски, просто диски. Нет, это не просто. Там еще мордашка этого дьявола. Зачем присутствует в этом мире? Как ему хочется залезть везде, вылезти, везде, чтобы увидели люди? недавно был документальный фильм о событиях современного мира и достаточно известные люди в обществе да какой-то дьявольщиной занимаются. И такое впечатление, что чем больше вот этого этой дьявольщины в их жизни на показ, тем круче. А здесь как мы победили? Я прощу. у меня совершенно другая сфера и обитания, и труда, и перспективы. Это чудо, что мы получили. Как это мы победили этого лукавого? Только лишь тем, что послушали слово, этому слову поверили, стали это слово привели в состояние нашего рассудка. Это стала мудрость, которая в нас начала жить. И мы в этой мудрости творим. Как мы творим? Я вообще призываю вас. возьмите листок бумаги и ручку и начните писать. «Отец, я так благодарен, благодарна тебе». И вы начинаете писать «За что?» Ваши мысли сосредоточены. Мне вообще нравится такой вид деятельности, несмотря на то, что у меня есть Библия, но когда я работаю над проповедью, я эти стихи уже в сотый раз переписываю на бумаге, на новом листе. И когда я знаю это из сферы изучения иностранных языков, нужно включать всю свою память и слуховую, и зрительную, и моторику тоже. И мы пишем письмо отцу. Есть такие интересные статьи «Дети пишут письма Богу». Ну, там Деду Морозу писали, а тут эти верующие дети уже пишут письма Богу. и они смешные, забавные, взрослые. А ваши письма? Кроме того, по мере того, как мы с вами возрастаем, там появляется очень много молитвенных просьб. и у вас появляется желание сделать дневник молитвенный. Вы пишите дату, затем записываете просьбу. Вы победили Лукавого. Вы думаете только о Христе. И он не может туда пробраться. Кроме того, что он не может, он просто вынужден бежать из-за того. Вынужден. И потом вы через некоторое время возвращаетесь к этим записям в дневнике. и вы благодарите Господа. Ты ответил. Слушайте, если возвратиться в 17 главу Евангелия от Иоанна, это замечательная молитва нашего первосвященника 2000 лет назад. И мы читаем и наслаждаемся тем, как он говорит, как он общается с отцом, как он у нас переводит и включает в это общение, как он говорит о том, где он будет, и какая слава у него будет, и как он туда просит также, чтобы и мы там были, неотъемлемые от него победили лукового. Совершенно другой ум, совершенно другие мысли. однажды был такой замечательный случай, но он такой поучительный. Меня попросил один пастор, он из другого служения, американец, помочь ему с переводом проповеди, которую он будет произносить баптистской церкви. Вот. И я с радостью согласился, да, конечно. И вот мы договорились в определенном месте, встретимся, и нас приведут в баптистскую церковь. Вот я стою, жду. Сейчас я скажу слова такие, слава Богу, что это в прошлом, смолю, курю. И тут подходит пресвитер церкви. И он видел меня со спины и сказал, а, здорово, слава Богу. Как только я повернулся с сигаретой, он в такой ужас пришел. и вы курите? А Господь разбирался со мной, и курение не было самым таким серьезным прегрешением. Он расчищал вообще все завалы жизни. И пастор Мати, когда видел, что я курил, я говорю, о, ты куришь, да нет. Однажды он сказал, ну, тебе еще не надоело травить себя. И все. Так вот, пришел этот пастор со своей супругой, вот, и я переводил их, а потом ушел, мне нужно было в своей церкви заниматься делами, вот, а им помогал уже, ну, так и такое было общение. И вот там, оказывается, свидетельство говорили, замечательное, да, баптийская церковь, очень хорошо, все, замечательные братья и сестры, только вот им нужно принять эту, в доктрину, завершенной работы, что они спасены, они спасены, потерять спасение невозможно, иначе тогда, ой-ой-ой, сразу же бы грохнулись. и вот на следующий день я прихожу и навещаю их в гостинице, мы разговариваем с этим пастором, и он так, ну, грустно улыбаясь, говорит, интересно, после вот этого собрания, которое там произошло, я был удивлен тому, что жена сказала, она говорит, я сидела, слушая свидетельства, и думала о том, что, а у меня же не было таких событий в жизни, вот этих падений, и так далее, по крайней мере, такие глубокие, о которых рассказывали, и мне стало даже ну, а я стал сожалеть. Здорово, правда? Да радоваться надо, что мы там не были, правда? Так здорово, поэтому мы своим детям не говорим, как одна женщина сказала в сердцах о своем сыне, поверившем об Иисуса, лучше бы ты стал наркоманом, ну, глупо, а он не стал наркоманом, он стал верным чадом Божьим, а у матери там два сына, другой, я не знаю, кем он стал наркоманом, но он был отъявленным неверующим, которого и мать ободряла, но свою последнюю часть жизни она провела вместе с этим сыном верующим, ей понравились эти разговоры чистые, без лукавого, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого, пишу вам отроки, смотрите, 12 стих, пишу вам дети, и пишу вам отроки, это уже вторая часть пошла, и начинается она также с малых детей, что вы познали Отца, первое, вы спасены, вам прощены грехи, второе начало, это вы познали Отца, вы в сыне, он приводит вас к удивительному совершению, и вы узнаете и радуетесь Отцу, только лишь через Иисуса Христа есть путь к Отцу, я написал 14 стих, я написал вам Отцы, и та же самая фраза, на греческом она слова в слово идет, как написано сущего от начала, здесь вы познали безначально, вы там, во всей этой истории, как она задумана была, как она начиналась, и вы этому обязательно обучаете, и тех, кто мал, и ваших детей, и тех, кто в церкви только пришел, они еще совсем малыши в вере, и вы обучаете вот этой удивительной палитре, и выбираете определенные участки этой жизни, и обучаете ей. И вот опять я написал вам, юноши, только что ты написал, я написал вам, что вы, это свершившийся факт, вы сильны. Там было просто победили Лукавого, А вот что произошло, когда вы шли в этой победе, вы сильны. Каким образом? И Слово Божье живет в вас. Вот как вы победили в духовной битве. Дети Божьи, отцы ее нашего. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это чудо Слова Твоего. Благодарим тебя за эту жизнь, которую мы раскрываем и раскрываем. Это чудо Агнца, где в нем мы гуляем по этим небесным просторам. Такие прелестные, красивые. Это просторы любви и благодати. Благодарим тебя, Божья. Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его и скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову. Приведи меня в Твою живую церковь. Давай благодать, прощай, люби, ободряй, восстанавливай. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, я прошу и молюсь. Аминь. Аминь.